Сегодня Министерство экономики вышло со своим предложением, как спасти отрасль. Обещает краткосрочную финансовую помощь, налоговые каникулы, в том числе на налог на рабочую силу. На помощь предпринимателям государство готовится выделить до миллиарда евро. Об этом заявил премьер Кришни Скариндж. Еще одна отрасль, которая сейчас терпит огромные убытки, гражданской авиации. Хорошо это или плохо, но у Латвии есть своя авиакомпания. И у AirBaltic наступили тяжелые времена. В начале недели Италия закрывается на карантин. AirBaltic летал сразу в шесть итальянских городов. Милан, Верону, Рим, Венецию, Катанию и Ольбию. Для полетов закрыт Израиль. AirBaltic летал и туда. В Тель-Авив. Всего у латвийской компании 76 маршрутов. 23 из них сегодня закрыты. На три месяца отменены 3700 рейсов. Об этом глава AirBaltic Мартин Гаусс сообщил в программе ЛТВ-1 «Утренняя панорама». Чтобы выжать, предприятие увольняет работников. Да, сегодня мы выйдем с сообщением, что число уволенных будет по меньшей мере 400. И даже больше. Страны уходят на карантин. Каждый день этот список меняется. Самолеты не летают. Мы не можем держать обслуживающий персонал. Однако финансовую помощь авиакомпания пока просить у государства не собирается. Справляются собственными силами. При условии, что кризис не будет долгим. У многих компаний, которые ответственны, они, конечно, есть какие-то накопления и возможность в каком-то периоде пережить этот кризис. И хочу напомнить то, что Латвия одна из очень-очень немногих стран, которые не берут налог на прибыль. То есть, если прибыль остается в предприятии, то уже третий год налог с этого не берется. То есть, средства есть возможность аккумулировать на кратковременные кризисы.